Эскалация на границе Израиля и сектора Газа на территорию еврейского государства прорывались террористы. Чем закончилась эта попытка и как ответил Израиль, обо всем подробнее узнаем от Сергея Услендера. Группа арабов из Газы проникла на территорию Израиля и пыталась разрушить инженерные заграждения на границе с Газой. Когда нарушители были обнаружены, к месту отправили армейские патрули, но арабы успели ретироваться в Газу. Тогда на место происшествия прибыли военные инженеры, которые принялись восстанавливать разрушенные участки забора. В ответ на этот инцидент ВВС нанесли серию ударов по объектам Хамас, бомбили тренировочные лагеря террористов. На границе с Газой продолжается противостояние, наблюдается явная эскалация. Буквально накануне армия обнаружила и уничтожила крупный тоннель, который террористы пытались проложить на израильскую территорию. Протяженность тоннеля под землей составляла примерно 2,5 километра. И он должен был закончиться на израильской территории. Построен был по всем правилам с коммуникациями, вентиляцией и был довольно широкий. Два человека могли свободно в нем разминуться. Мы предполагаем, что его строили для возможной атаки на израильское поселение. Хамас сразу поспешил заявить, что тоннель был старый, не использовался и зря израильтяне потратили столько усилий. Но армейская разведка опровергает эти заявления. По ее сведениям, тоннель находился в стадии активного строительства. Помогла его обнаружить новая система, которую израильтяне строили два года и практически только что ввели в действие. Это комплекс датчиков, специальных сооружений и механизмов, которые помогают обнаруживать и уничтожать тоннели террористов. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер.